Парк за Центром культуры и народного творчества. В прошлом году здесь начались работы по реконструкцию и благоустройству территории. Уже можно видеть очертания Аллеи Славы. Под снегом скрыты сформированные пешеходные дорожки. Как только сойдет покров, начнется преображение площадки для проведения массовых мероприятий. Работы первого этапа продлятся еще год. В следующем году приступят к благоустройству центральной части общественной территории, где найдется место и кристаллам, криолита и лавочкам. Для того, чтобы охватить реновации все пространство, полевчанам необходимо стать участниками рейтингового голосования, которое стартовало 15 марта на портале 66городсреда.ру и отдать свой голос за реконструкцию третьего этапа парка Южной части. На сегодняшний день, уже на утро, у нас проголосовало более 62% от установленного норматива для Полевского городского округа. Напомню, это более 15 тысяч у нас норматив. Проголосовало чуть больше 7,5 тысяч полевчан. Формы голосования те же. Мы можем самостоятельно через портал Госуслуг проголосовать на сайте за город Среда. Для Свердловской области это 66 город Среда. И через волонтеров. Третий этап благоустройства парка в Южной части подразумевает устройство на территории общественного пространства игровых и спортивных комплексов для детей и подростков. Существующая площадка для воркаута должна вписаться в проект реконструкции. Парк за центром культуры, он даже вот в таком состоянии, это некий магнитик, который притягивает людей. И мы ведь не первый год знакомы с этим объектом. И видим, что как бы и люди туда тянутся, и с колясками люди ходят, и спортом там занимаются. И вот если мы его благоустроим, ну еще больше будут туда ходить, заниматься, гулять в этом парке. Ну а по поводу образа некого, как мы видим и каким он должен быть, этот парк, у нас уже есть готовый эскизный проект. Проект благоустройства и реновации парка в Южной части предполагает многомиллионное финансирование. В реализации можем участвовать и мы с вами. Притворять все задуманное в жизнь поможет рейтинговое голосование, которое проходит до 30 апреля на портале 66городсреда.ру. У нас есть возможность участвовать подростков с 14 лет. Это некое в том числе и выражение своей гражданской позиции, приучение детей к тому, что развитие нашей страны, нашей территории зависит от нас самих. А это уже северная часть пространства в микрорайоне Юлунецкий, сразу за детской поликлиникой на Ленина-1. Вторая территория, которая принимает участие в рейтинговом голосовании 2024 года. Согласно задумке проекта, на этом месте может появиться прекрасное городское досуговое пространство для детей. На данной территории предлагается устройство детской и спортивных площадок, устройство декоративного освещения, устройство скамеи, кур награждений. Также планируется ремонт существующих пешеходных тропинок, посев многолетних трав и кустарниковой растительности. Для того, чтобы проект по благоустройству получил право на реализацию и финансовую поддержку региона, полевчане должны проявить активность. Чем больше жителей нашего города примут участие в рейтинговом голосовании, тем больше шансов, что этот пустырь станет местом притяжения горожан. На сегодняшний день у нас обучено 100 волонтеров. Ребята зарегистрировались на добро.ру на сайте, прошли онлайн обучение, у всех у них имеются сертификаты. Наши волонтеры это ведь и школьники в том числе, и поэтому мы уверены, что уже обученные волонтеры, которые учатся в том или ином учебном заведении, будут предлагать своим сверстникам пройти. То есть в своих учебных заведениях также наши волонтеры будут посещать все массовые мероприятия нашего города. И также волонтеров можно встретить на улице, поэтому у меня убедительная просьба к жителям нашего города, чтобы не пугались, потому что это никакие не мошенники, а те люди с активной гражданской позиции, которые хотят, чтобы наш город стал лучше. Рейтинговое голосование по выбору территории для благоустройства – это часть большого национального проекта «Жилье и городская среда» – программы формирования комфортной городской среды. Мы всех агитируем, призываем проголосовать, поучаствовать вообще в рейтинговом голосовании. У нас показатель плановый по количеству голосов поставлен 15100 голосов, и если мы перешагнем эту планку, то мы получим дополнительное финансирование на благоустройство территории, как это было уже в прошлом году. Проголосовать за ту или иную территорию можно будет одним из трех способов. На сайте 66городсреда.ру, на портале госуслуги в разделе «Общественное голосование», или через приложение волонтеров, которые будут помогать полевчанам стать участниками рейтингового голосования в общественных местах. Ксения Володенкова, Алексей Крепанов, Новости 11-го канала.